Сегодня очень трудный день для многих в нашей стране, очень трудный для семьи Дулата Агадила, очень трудный для многих активистов, которые сейчас попали под давление власти. Сегодня в Астане было очень холодно, была метель, но на похороны Дулата Агадила, по словам очевидцев, пришло около 5000 человек. Это при том всем, что власть всеми силами препятствовала приезду большого количества из регионов. Она предпринимала беспрецедентные меры, чтобы пришло на эти похороны как можно меньше людей, но пришло около 5000 человек. И хотя звучали разные призывы, что давайте проводим человека тихо в последний путь, я хотел бы напомнить, что Дулат при жизни не был тихим, и никто его не мог успокоить, ни власть, ни какие-то люди, которые говорят «сабр, сабр», они не могли успокоить, потому что он был возмущен действующим режимом, он не хотел никакого спокойствия, он хотел перемен, хотел построить сильную страну, сильную демократическую, и поэтому его при жизни могли успокоить, и очень многие люди хотели хотя бы после смерти тихо его проводить, но и здесь не получится, потому что Дулат, он говорил, что все изменения в нашей стране могут произойти только на улицах. И сегодня это тоже произошло, сегодня день похорон Дулата Агадилова показал, что в нашей стране накопилась огромная критическая энергия к этой власти, и сегодня эта энергия выплеснулась на улице страны, эта энергия выплеснулась по многим городам и площадям, и она только накапливается, и эта власть сейчас почувствует. Уважаемые друзья, после похорон, многие граждане наши объявили, что едут в Астану, и требовать справедливости, требовать, чтобы ушел тот человек, который построил эту преступную систему, а именно Нурсултан Назарбаев. Несколько тысяч человек колоннами шли по улицам, они ехали на машинах, и власть перепуганная, как всегда, начала применять разные приемы, чтобы эта масса не попала в Астану. Они сужали дорогу, ставили КамАЗы, и трехрядные трассы или больше сужали, чтобы как можно меньше людей доехало до Астаны, а не чтобы добирались в разное время, чтобы мелкими группами растащить эту протестную массу. И вот нам сейчас сообщают, что около полутора тысяч человек так и не смогли добраться до Астаны. В самой Астане по призыву гражданских активистов начали люди тоже стягиваться к конгресс-холлу, вы все это видео видели, но там тоже была расставлена полиция, людей задерживали, при том задерживали многих по пути, просто в дороге, просто нападали. Зачастую это происходило, нападение представителей силовых служб, которые не были одеты в профессиональную одежду, ни у них не было удостоверений. Сегодня захватили Камилу Шаканову, вы все ее прекрасно знаете, это активный критик действующего режима, ее запугивали, захватили, в машине силы удерживали несколько человек, несколько полицейских. Сегодня в торговом центре около 10 полицейских напали на Аню Шукееву и захватывали женщину, одну, около 10 полицейских. Уважаемые друзья, вы видите, какая у нас страна, здесь не действует ни закон, ни какие-то правила. Полиция в гражданской одежде, как бандиты, нападают, не предъявляя ни удостоверений, не имея никаких постановлений, никаких судебных решений. Это мафиозное государство, мафиозное действующее по понятиям. В этой стране не работает закон. Закон, он только для того, чтобы людей угнетать. И сегодня мы все это увидели. Сегодня были разные провокации. В Алма-Ате очень много людей вышло сначала на площадь, около Акимата, затем они пошли в прокуратуре, затем к Акимату. И я хочу проинформировать, что сегодня подвергся нападению уважаемый Жасрал Куаншальн, наш Аксакал от оппозиции, очень уважаемый мной человек. Сегодня мелкий агентик, который изображает, что он является активистом, Геннадий Крестьянский, ударил его по лицу. Я хотел бы обратить ваше внимание, уважаемые сограждане, и привлечь к ответственности Геннадия Крестьянского. Я думаю, что и в этот раз полиция промолчит, сделает твит. Геннадий Крестьянский скажет, что якобы его оскорбляли. Но вы все должны знать, и мы должны изолировать его, знать, что этот человек просто мелкий провокатор, который внедряется в ряды активистов, затем устраивает разные провокации, чтобы таким образом завтра полиция могла использовать этот момент. Мы не должны заблуждаться. Таких мелких агентов много. Сегодня было провокаций множество. Я могу сказать, что очевидно, что все эти задержания были незаконные, неправомерные. На Камилу Шаканову просто на улице напали. Анна Шукеева просто сидела на скамейке в торговом центре. И таких задержаний много. О чем это говорит? Это говорит о том, что это мафиозное государство в лице султана Назарбаева и его окружении страшно напуганы. Они страшно напуганы и думают репрессиями остановить. Возмущение нашего народа. Гнев. И сегодняшний день показал, когда тысячи людей шли по улицам и скандировали шалкет, показал, что наш народ не запугать. Это какая-то небольшая кучка из двухсот человек не сможет запугать наш народ. Да, он 30 лет обманывал. Да, 30 лет где-то он запугивал параллельно. 30 лет он расправлялся со своими политическими противниками. Сегодня те люди, которые участвовали в обмывании тела Дулата Годила, передали, что у него на теле были синяки, ссадины, что фактически он был убит. Его избивали. И когда власть говорит, что он просто скончался от сердечной недостаточности, вы понимаете, что эта лживая власть хочет скрыть свои следы преступления. И когда кто-то говорит, почему это их не сфотографировали в тот момент, когда было омовение, вы же понимаете, что не для этого эта власть совершала преступление, чтобы позволить прийти с телефонами, снимать, и чтобы люди увидели следы этого преступления. Но правду не скроешь. Правду не скроешь. И тысячи людей, которые были сегодня на похоронах, эту правду знают. Поэтому, уважаемые друзья, сегодня, когда тысячи людей вышли на улицы, народ почувствовал свою силу. Народ почувствовал свою силу и сказал «Шалкет». А Назарбаев испытал ужас. Поэтому полицейские сегодня действовали агрессивно, нагло. Но я хотел бы обратиться к полицейским. Я думаю, что вы смотрите разные каналы, смотрите и тот же самый телевизор. И вы, наверное, прекрасно знаете, что совсем недавно, год назад, или полтора года назад, в Армении произошли изменения, когда полиция перешла на сторону народа. Был момент, когда полиция участвовала в репрессиях, но затем полиция все равно перешла на сторону народа. В Украине был момент, когда полиция была против народа, и они, когда народ победил, на коленях просили прощения, прощения у народа. Этот момент приближается. Поэтому я обращаюсь к полицейским и призываю вам определиться. Перейти на сторону народа. Время уже этого режима истекло. Время жизни этого режима истекло, и мы построим новое государство, где действительно будут работать законы. Мы на все эти репрессии должны ответить единством. Мы должны обедниться. Мы должны выйти и потребовать единственного шалкет. Шалкет. 1 марта в 12 часов дня по всем городам страны около Акиматов мы призываем выйти на митинги, потребовать от власти освободить всех политических заключенных и потребовать чтобы шалкет ушел вместе со своим окружением. Мы сейчас на пороге больших перемен и вы сегодня это наверное видели. Ситуация созревает. Важно нам объединиться и когда выйдут тысячи этой власти не будет. И никто не сможет применить силу. Я знаю, что 1 марта на акции протеста собираются выходить и автомобилисты. Это те, кто имеет автомашины с иностранными номерами. Я обращаюсь к матерям. Я обращаюсь к тем, кто попал в ловушку разных финансовых пирамид, в котором участвовали и соучаствовали преступники от власти. Эта власть ответственна во всех ваших проблемах. Вы потеряли миллионы именно по вине власти, потому что именно эта власть должна была контролировать эти финансовые организации. у них есть финансовые регуляторы и вы будете сейчас ходить умолять Такаева, Назарбаева, вы не решите свои проблемы. Вы можете все свои проблемы решить фактически в один день. Когда мы все объеднимся, выйдем на митинги, автомобилисты, матери, шахтеры, металлурги, нефтяники, время пришло, потому что мы не должны жить все время в этом преступном государстве, которое нас уже 30 лет мучает. Он 30 лет украл наше времени, украл нашу жизнь. Пришло время изменить это. Мы призываем вас 1 марта воскресенье в 12 часов выйти на митинги свободу политическим заключенным. Шалкет, Алга, Казахстан.